Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays, специальный видеоролик, посвященный музею Первой мировой войны в городе Кэнсесс, США. Как я уже говорил в первом ролике, Первая мировая война послужила огромным толчком к созданию новых видов современного вооружения, которое используется до сих пор. Вот такие вот дистанцомеры, бинокуляры немецкого производства. Все мы знаем завод Carl Zeiss Jena. Завод получил огромное количество военных заказов и очень серьезно поднялся. Вот такой тоже полевой бинокль для наблюдения на большой дистанции, измерения дистанции. Вот такая вот бомба интересная. Заглянем во внутрь. Ох ты, калибр большой. Кулак уже даже пролезает, даже голову ребенку месяца. А стреляло это орудие вот такими вот снарядами. Это мортира, 24-сантиметровая. И вот ее краткое описание. А это французское орудие. Видимо, от нее снаряд. Французское орудие. Кушка 75 миллиметров, образца 1897 года. Броня. Первая попытка создания бронежилета. В том варианте, в котором мы ее знаем. Это бельгийские солдаты. Краткое описание. Первые танки. Так же, как обычно, я сначала покажу вам описание. А потом, кто заинтересуется, может самостоятельно посмотреть по номеру экспоната. И определить, что находится. Потому что, если я буду подробно все рассказывать, мне не хватит времени. Отравляющие газы и противогазы. Первый раз отравляющий газ был использован немецкой армией. Если кто изучал историю, то место, где его использовали, назывался Ипр. Поэтому первый газ назвали Ипритом. В качестве отравляющих вещества использовали хлор. Ну и самое интересное, вот такая вот немецкая броня Армор. Первый прототип. Перейдем дальше. Автоматическое оружие. Посмотрите вот на этого монстра. Это вот такой вот танковый пулемет. Или вот такой вот вариант. Для тех, кто не в курсе. Первый пулемет, в том виде, в котором мы его знаем, был придуман англичанином. Максимом Хайрамом. Более того, Лига Наций хотела вначале запретить пулеметы, пулеметы, как оружие массового поражения. Настолько по тем временам жуткое впечатление произвели публичные показательные испытания этого пулемета, что многие люди ужаснулись, посчитав, что это адское изобретение. Понятное дело, сейчас мы уже знаем гораздо более серьезные виды вооружения. Но на тот момент у людей немножко были другие моральные ценности, поэтому они вот так отнеслись к изобретению пулемета. Да, я еще раз его покажу. Смотрите, это монстр. Это монстр, представляете, вот сюда заливается вода для охлаждения ствола. Подается лента. Прицел. Жуткая вещь. Вот такие вот патроны. Теперь пойдем к экспонатам. Вот это вот известный Виккерс. Его использовали, по-моему, и на аэропланах, и на флоте, по-моему, его использовали в различных модификациях. Так вот, интересно. Ну, а эту машинку вы знаете по фильму «Белое солнце в пустыне». Британский «Люис». Создание автоматического оружия не оставала ни одна из европейских держав. Не только Англия, не только Германия, но и Франция, Бельгия. Практически все страны имели своих инженеров, которые, конструкторы, которые пытались создать свой шедевр. Оружие «Масса уничтожения». Оружие «Масса уничтожения». Набор для ухода за пулеметом. Французский пулемет вот такой. Конечно, смотрится немножко до потопа и смешной, но тем не менее он работал. Ну и краткое описание экспонатов. Ну и краткое описание экспонатов. Снова инсталляция окопов. Снова инсталляция. Снова инсталляция. Снова инсталляция. Показана сценка рукопашной борьбы. Те, кто читал Электро-Марию Ремарка, о «Западном фронте без перемен», тот, наверное, поймет их по-дразделению сюжета вот этой инсталляции. Вообще настоятельно рекомендую после просмотра вот этого видео перечитать Ремарка, потому что я считаю, что это наиболее лучший автор, который описал ужасы Первой мировой войны. Для тех, кто Ремарка не читал, наверное, будет знакомство с ним весьма-весьма интересным. Потому что ничего в мире не изменилось, а все, что было сделано в Первую мировую войну, потом повторилось во время Второй мировой войны, продолжает повторяться.